Так, привет-привет-привет! Я нахожусь на нашей почте. Это наша городская почта, вот такая маленькая. Все остальные почтовые отделения закрыли. Что я узнала? Значит, посылки принимаются в Россию, но, естественно, они едут наземным путем, доставляются это все не как раньше в течение недели самолетами, а доставляются все наземным транспортом. Вот, цены такие же, смотрите, кому интересно. В общем, эконом это до 2 килограмм, 16.50 всего лишь, но без стрек-номера. Дойдет, не дойдет, это уже никто не узнает. А стандартная посылка с стрек-номером стоит 36 евро 20 центов до 5 килограмм. В принципе, нормально. Я думала, цены выросли, потому что у нас вообще почтовые все расходы выросли. Вот, нужно заполнить вот эти бумажки и еще для таможни вот такую вот проформу. Вот, так что вот такие вот новости. Я удивлена. Видимо, я имела в виду, я слышала, что нет почтовых отношений с Россией, ну, авиа. А наземным путем принимают. Ну, слава тебе Богу. Вот такие вот новости. Мы с вами находимся в азиатском супермаркете. Я хочу купить мороженое, вот это японское, вкусное. Здесь оно должно быть. Но здесь столько всего интересного всегда. Сейчас я вам что-нибудь покажу. Посмотрите, какие тут эти шримпс с креветками продаются. Классные штучки. А как их готовить? А это, смотри, вегетарианские пирожки. Кейк. Ну, это же пирожки-кейк. Какие-то типа наших этих, да, хачапури. Нет, не хачапури. Вы смотрите, какие маленькие пельмешки. А они варятся в кастрюле. Ой, какой класс. А где мороженое? Рыба замороженная. Криветули всякие. Ну, все равно такие. Я бы не сказала, смотрите, какие маленькие рыбки. А мороженого нет. Мороженого. А подаются вот в таких вот. А в чем прикол? А почему именно в такой тарелочке надо подавать? Я правда не знаю. Я в ресторанах, конечно, видела и ела. Всякие приправы. Для бога всякие штуки. Интересно. Чипчики. Николь, когда маленькая, говорила всегда чипчики. Хочу чипчики, мама. И так и до сих пор, говорит, чипчики. Так. Том-ям. Паста для том-яма. Вы когда-нибудь делали дома том-ям? Я так хочу острого горячего супа тайского этого. Он мне лень его готовить. О-о-о. О-о-о. Вот, наверное, что я куплю. Вот том-ям. Так, вот. Ну, а почему нет? Девчонки, забрала свои посылки от Миколев. От Миколев. От Миколев посылочку забрала. В супермаркете. У нас здесь почтовое отделение в супермаркете. И от Пикси. Так, мне нужно купить кофеечек. У меня кофеечек закончился. Но здесь нет лавадзе. Вообще лавадзе пропало. К сожалению, пропало. Нигде нету. Раньше я покупала в этом супермаркете. Теперь нет. Вот это вроде неплохое лор. Кофе. Она чуть дороже, чем Старбакс. Но дешевле, чем Неспрессо. Вот эти мне не понравились. Или капсули. Капсульки. Ничего особенного. Стоит дороже намного. Ой, что-то я разыкалась. Сейчас пойдем открывать сами новые ароматики. Сейчас какой-нибудь кофе выберу. Так, что я дома. Блин, у нас такой ветер на улице. Очень тепло. Машина показывает. За бортом температура 19-20 градусов. Ну, такой ветер. Уф. Так, ну что, я открыла первую посылочку. Это Пикси. Маленькая такая коробочка. В коробочке лежала вот такая вот красотулечка. Такая маленькая, приятная мини-коробочка. В общем, знаете, приятно получать. А тут патчи для глаз. Патчики для глаз лишними не бывают. Я так понимаю, что они розового цвета. У меня есть от Пикси уже патчи. И они зеленого цвета. Они хорошие, но цвет зеленый. Меня немножко как-то это не радует. Сейчас вскроем. Патчи зеленые. Опять зеленые патчи. Пользуюсь я их очень люблю. Я их очень люблю. У меня, видите, половина уже закончилась. Они когда холодненькие, хорошо отеки снимают. А теперь будут вот такие. Тоже в холодильник поставлю. Ну что? Ой. Ну, это вот эти вот нудл, которые я купила в азиатском магазине. Это так, так, так остро. Вот паста, это нудл очень вкусная. А сам этот бульон очень острый. Ну что, едем дальше. Открываем посылочку от Миколев. Здесь будет парфюм. Скорее всего. Они, кстати, мне какой-то промокод еще обещали для подписчиков. Надо поинтересоваться. Вот такая открыточка. И написано для дорогой Анечки. Enjoy. Мартина Миколев. Короче, это приятно. Ой, тут два аромата. Тут целых два аромата. Я же приоделась. Помните вот эти розы с 8 марта? Розовые сразу завяли, а белые еще такие. Ну, такие еще живые. И гвоздички стоят. А сегодня какой? 23-я? Или 21-я? 23-я сегодня. Ммм, Жорж, ну все, заканчиваем. Сейчас будем распаковывать с вами ароматики от Мартины Миколев. Что за день сегодня чудесный? Видите, как красиво все упаковано. Все сделано с душой. И вот тут вот, кстати, подписано, какие ароматы. Вот. Это что-то там с Алей. С Алей Пэшн и Дилис. Красиво-то как? Боже мой! Мэджик, мэджик, открываю. Боже, Секретов Лав. Это линейка Секретов Лав. И там у них есть целая... В общем, я пробовала эти ароматы в пробниках. Они, конечно, прекрасные. Они такие сладкие, фруктовые, яркие, в стиле Миколев, нежные. Сейчас я открываю, открываю. Мэджик, мэджик, мэджик. Обалдеть. Посмотрите, какой красивый флакон. Боже. Это моя тема. Яркий, сексуальный. Аромат хищницы. Такой вот прям сладкий, вкусный, очень яркий. Обожаю, обожаю. Я эту линейку пробовала в пробниках. Она мне очень-очень-очень-очень зашла. Я рада. Мне сделали классный подарок. Красивый флакон, прозрачный. Такая тяжелая крышка. Можно кого-то ей прибить. Не надо, конечно, но можно. Да, он немножко посвежее. Он немножко посвежее. Позвонче, потоньше, попрохладнее. Потому что этот такой прямо густой, яркий, сладкий. Такой прямо очень-очень такой прям соблазнительный. То этот, конечно, такой легкий белый цветы. Фруктов. Так, кто умничка? Умничка. Смотрите. Час. Ровно час. Сегодня была быстрая ходьба. Ай, класс. Ой, как хорошо. Почти 6 километров. Мало, конечно, но это было жестко в горку. Поэтому это как бы и с хорошим пульсом. Без вот этого. А именно, знаете, когда все четенько по пульсу. Вот я здесь смотрю. Стараюсь, чтобы больше 140 не поднимался. 135, 125. Тогда все в кайф. У меня план такой. У меня вообще план такой. Сделать на месяц именно тренировки по... Только кардио. Только кардио. Часовой кардио 4 раза в неделю. 3 раза в неделю. Через день. Без пампа, без веса, без кача. Вообще, такая сушка. Потому что я пухну. Я хожу на эти все тренировки с весом, и я пухну от них. Мне не нравится это. Мне кажется, мне больше становлюсь... Среди мои руки. Они были тоньше. И вес не уходит. А я не хочу качком быть. Я хочу быть тоненькой. Красивенькой. Ой, стараюсь много не пить, иначе кто-то с меня льет куча воды. В общем, вот. Сейчас еще приду погуляю с Жориком. Хорошую прогулочку перед сном. Вот. Выпью магний. Очень плохо сплю. Какой-то сон неглубокий. Привет, мои дорогие. Смотрите, какой красивый весенний букет. Удивительный, правда? Смотрите, здесь и тюльпаны, и гиацинты, мои любимые. Они такой аромат. Сильный. Ну, мне нравится. Он такой, знаете, едкий, сильный. На всю комнату пахнут. Я не знаю, что это вот за синий цветок такой. Но вот эти лютики, которые называются... Вы напишите в комментариях. Рананкульсы. Короче, в общем, вот такой вот весенний красивый букет. Вот. Так, ну что, я через неделю улетаю. Так что вот. Так что вот. Может быть, недельку постоит этот букет. Как раз я в следующую пятницу улетаю в Милан. Так уже хочется проветриться. Так уже хочется куда-то съездить. Так давно нигде не была. Смотрите. Так, я завтракаю. У меня кофе и сыр с клубникой и с финиками. Вот. А завтракаю я в 12 ровно. Вот. Сейчас позавтракаю и, наверное, сделаю прямой эфир. Такой коротенький, на часик. Посмотрим. Вот сегодня солнечная погодка. Хорошее настроение. Хочу пойти погулять с Жориком где-нибудь в парке. Вот такие, девочки, у меня скучные видео снимают. Только спортзал. Что еще? Вот сейчас опять час с лишним отфигачила. Посмотрите. Посмотрите на этот зал. Пятница вечер. Так, ну что, надо почистить эту штучку. У нас вот такие кресла стоят на фитнесе. Можно по карточке, а можно просто... Я через телефон захожу на фитнес. Карточки мы все время с Николь теряем. Поэтому у меня через приложение. Вот тут вот сканируешь свое приложение и выбираешь массаж. Но здесь всегда сидят такие, фу, вонючие, потные люди. После тренировки обычно они не моются. Сразу сюда. На этот, на массаж. Вы бы сели? Фу, да, брезгливо. Ну, в общем, пустой зал сегодня. А на неделе вообще не было свободных дорожек. Представляете? Вот так вот. Все два ряда были заняты. Но это маленький фитнес. Это фитнес... Здесь нет тренировок групповых. Я хожу обычно в другой фитнес побольше. И там есть групповые тренировки. Так вот, моя стратегия делать вечером кардио. Не ужинать. Делать вечернее кардио, часовое. Вот обычно я еще с собакой гуляю. То есть я прихожу, получается, быстренько-быстренько принимаю душ. И еще с собачкой погуляю. Уже в пижаме, пуховик сверху одеваю. У меня, в общем, стратегия. Кардио без ужина. Я еще и не завтракаю, любимая. Я завтракаю первый раз в 12 часов дня. И все. И я думаю, что вес должен сдвинуться. Вот так вот три раза в неделю ходить на кардио. Ой, холодно! Машине куртку забыла. У меня еще грусть-печаль. Представляете? Сейчас Николь говорю, ты же меня отвезешь в воскресенье в аэропорт. Я же улетаю в Милан. У меня в 11.40 вылет. Но я лечу с ручной кладью. И поэтому мне не надо там сильно заранее приезжать. Лечу Райнером. И, короче, там, по-моему, все очень быстро. Единственное, что я не знаю, там надо распечатывать билеты или нет. Раньше платили штраф, если Райнером летишь, а билет не распечатан. Вот. Я ей говорю, ты же меня отвезешь через неделю. То есть как бы не завтра. Предупреждаю ее, что в следующую пятницу, 31 числа, отвези меня в аэропорт. Нет. Не отвезу, говорит, у меня стажировка. Так обидно. Ну что, нельзя отменить стажировку ради матери? Такая правильная вообще. Я думаю, 100% ей бы разрешили прийти попозже. Она говорит, на вокзал отвезу. Прихожу с тренировки. А тут вот такая вкусняшка. Кстати, обратите внимание, какая красивая тарелка. Это Белеру и Бог. Прям вот радует меня. Короче, смотрите. Это вот такие вот конфеты а-ля грильяш. Они должны немножко еще постоять, подсохнуть, так сказать. Здесь сухофрукты, овсянка, орешки. Пиндакас. Пиндакас это... Подождите, вот пиндакас. Ну, это типа арахисовая паста. Вот. Она как бы как склеивает все. Вот. В общем, очень вкусно. Вот такая вот овсяночка. Я прям хочу съесть одну. Но я, как бы, Николь тут готовила. Я уже тут поскребла немножко. Немножко сухофруктов. Как вкусно, как классно. В общем, вот так вот. И просто с кофейком завтра утречком мне будет очень классно. Очень вкусно. А пока у меня вот такой вот ужин. Помидорка и вот такой вот вегетарианский бургер. Здесь булгур и папу. Ну что. Как говорят французы. Сильвупли. Часик. Часик в радость. Чефир в радость, как там говорится. Короче, часик в радость прошел. В следующей неделе я буду в Италии. Потом вернусь. Похожу еще часик. И буду переключаться на полтора часа. Сейчас занималась хоть. Смотрела комедию Лото 84. Что-то мне фильмы все про выигрыш в Лото попадаются. Утром сегодня смотрела Зигзак Удачи. Там тоже про выигрыш в облигации. Ну какая разница. Выигрыш и выигрыш. Сейчас мне YouTube подкидывает видео Лото 84. Я вот девки смотрела с пуговкиным. Такое вообще. Класс. Надо сыграть Лото. Это знак. Такой был дождь весь день. А сейчас нормально. Солнышко даже какое-то такое. Хотя вечер уже. Пол восьмого. Часы перевели. Поэтому сейчас долго светло. Сейчас пойду с Жориком гулять. Может что-то такое белковое съем. А может не буду. Такое скучное у меня вообще. Я не знаю, что во влогах снимать. Шоппинги надоели. Разборы гардеробы надоели. Ну ладно. Скоро будут миланские влоги. Постараюсь снимать каждый день по многому. Спасибо.